Сегодня увидел то, что Аксакалы идут на круглый стол, разговор с Хабировым, как он говорил, то, что он протягивает руку всем тем, кто даже с ним не согласен. Но пошли туда Аксакалы, пошли Аксакалы. Правда, они когда записывали видео, я, конечно, сказал то, что где же вы были, но один из Аксакалов сегодня предложил почтить минуты молчания. Сегодня похоронили Арифата Даутова, и он предложил почтить память Арифата Даутова минутой молчания. На что, на что Хабиров сказал? Ваше предложение, я вот записал даже, ваше предложение минутой молчания, это отвратительно и бессовестно. Минутой молчания чтят героев, павших за свою родину, а он и пал за свою родину. Это сын, еще раз повторяю, это сын общественного деятеля, это сын активиста Фуата Даутова. Он не принимал нигде участия, нигде он не принимал участия, он далек был от экоактивизма и вообще. Жил парень и жил, понимаете, и все. И вот он говорит, этот человек, говорит про Арифата Даутова, в день его похорон, сегодня его похоронили. Похоронили его, просто прямо это тайно захоронили, можно сказать. Присутствовали только самые близкие люди и под комбоем ОМОНа и полиции хоронили парня. И в этот день глава республики говорит, то что он совершил тяжкое преступление, организовал массовые беспорядки и посягательства на сотрудников полиции, которого пришлось брать спецназом. И говорит потом, с которым случилась беда, он скончался, когда его перевозили. Результаты экспертизы неизвестны. Говорят то, что он отравился алкоголем. Арифат не пил абсолютно, от слова вообще не пил. Так что никакого алкоголя, отравления там не может быть. И аксакалам он сказал, аксакалы, вы должны подумать пять раз, когда предлагаете такие вещи, чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие вещи. Аксакалы предложили почтить память погибшего парня в день его похорон на круглом столе, который созвал Хабиров, говорил, я протягиваю руку. Я не знаю, слов не нахожу. Он запретил, не встал, не было минуты молчания на круглом столе вот в этом конгресс-холле. Я предлагаю завтра почтить память Рефата Даутова. В шесть часов вечера, я думаю, информация до всех дойдет. В шесть часов вечера, кто бы где бы не был, давим на сигналы своих автомобилей. Пять минут с 18.00 вечера до 18.05. Пять минут давим на сигналы своих автомобилей. Шумим, кричим. В общем, надо, чтобы республика все-таки не минутой молчания, а шумно. Пускай вот так шумно, но мы должны почтить память этого парня. Поэтому это будет в честь Рефата Даутова. И покажем позор и презрение Хабирову. Завтра с 18.00 до... Я вот записываю сейчас это видео, сейчас число даже, чтобы точным быть. Сегодня какое число? Сегодня 7 февраля уже. Значит, не завтра, а сегодня, 7 февраля. В 18.00 вечера до 18.00 давим на сигналы автомобилей. Кричим, у кого что есть, шумим. В общем, в память о Рефате Даутове. Республика, где бы кто ни был, у себя в деревне, в городе, в селе, в Уфе, в Стерлитамаке, в Баймаке. Все гудим, все гудим, давим на сигналы своих автомобилей. У меня все, у меня все. Спасибо всем большое. Пусть... Снимайте вот это, что будете делать. Снимайте. Пусть вся Россия потом видит, как мы почтили память этого парня и как мы оказали презрение Хабирову. Во время встречи с представителями башкирской общественности случился инцидент, автором которого выступил известный танцор Рив Габитов. Он неожиданно для всех предложил почтить вставанием память одного из участников массовых беспорядков в Баймаке, который впоследствии умер, находясь под арестом. У представителей башкирской общественности это предложение вызвало как минимум недоумение, и поддержки инициатива ни у кого не нашла. Предлагаю от имени Аксак Ракалу его память почтить вставанием минуты молчания. Пожалуйста. Глава Башкортостана ответил Рифу Габитову и пояснил свою позицию, почему он против подобных действий. Риф Атыхович, Вы взрослые люди, и в своей среде Вы состоялись, и за это Вам спасибо. Но все-таки, мне кажется, уважать друг друга надо здесь. Мы Вас уважаем, и мы Вас уважаем. Дальше. Значит, еще раз повторяю. Пожалуйста, говорите от своего имени. Чтобы говорить от имени народа, ох, как много нужно сделать. И полагаю, что здесь от имени народа и от имени какой-то группы Аксакалов Вы от себя говорите. Поскольку я предлагаю Вам диалог и разговаривать с каким-то мифическим, значит, Вашей инициативной группой не собираюсь. Я с Вами лично разговариваю. То, что касается, значит, Ваше предложение минуты молчания, оно отвратительно. Понимаете? Оно отвратительно и бессовестно, я считаю. Потому что минуту молчания мы должны предъявлять тем людям, которые действительно погибли за Родину, за свободу, заслужили уважение людей. Вот что предлагаете с Вашей минутой молчания? Возвращаюсь. Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядков и посягательственного сотрудника, которого пришлось брать с спецназом, значит, которым случилась беда, которую никто не ждал, который скончался, пока по пути перевозили. Результаты экспертизы нам еще неизвестны. Тем не менее, уже первые результаты экспертизы, которые показали, что нет ни гематом, ничего, нам говорят о чем. В то же время соседи говорят, и значит, о том, что, ну, не буду просто память, его только сегодня, кстати, похоронили. Значит, с семьей вели все это время диалог. Я там совсем не хочу приводить параллели. Вы там американская история посмотрите, как одного наркомана, значит, там, что после этого было и так далее. Поэтому, мне кажется, человек умный, ответственный, взрослый, как говорят Аксакал, пять раз должен подумать, когда такие вещи предлагают, чтобы потом до конца жизни не было стыдно за такие глупые вещи. Завершая встречу с членами Курултая Башкир, Ради Хабиров поблагодарил всех за конструктивный диалог и призвал к совместной созидательной работе на благо нации. На очень непростом пути развития. Почему? Потому что вся наша нация, башкирская нация, в составе России, в составе, мы боремся с очень страшным врагом, с очень страшным врагом. И одномоментно решаем те проблемы, пытаемся решить те проблемы, которые у нас, значит, долгие годы, может быть, и не решались, которые, может, вновь появляются. Поэтому в этот момент нам на самом деле надо быть очень разумными, очень мудрыми, что ли, потому что тут детей нету, да, у всех определенный опыт, у всех, раз вы здесь сидите, значит, даже в силу молодого возраста вас признают ваши заслуги, и за вами люди идут. И поэтому подчеркиваю, что нам, конечно, надо этот непростой период, а я уже, ну, который год говорю в республике непростой период, спирак, ковид там, потом санкции, потом это, другое, третье, но должны мы его хорошо пройти. И поверьте, мы очень хорошо проходим. И мы за республику, за нашу нацию можем гордиться ею. Вот сегодня, я уж открою секрет, полк Башкортостан наш воюет. Вот сегодня вручали награды, значит, несколько там мужества, там, десятки за отвагу. И уже витает в воздухе вопрос о присвоении полку Башкортостан, который воюет, сколько он, полгода еще нету, уже звание гвардейский. Понимаете? Потому что полк прорвал. Вот эти ребята там, вот эти наши. И уж по кому, по кому, минута молчания, я буду стоять, и сколько надо. По тем ребятам, какие погибли там. Вот это наши герои. Вот они хрен и будут. Седьмого февраля с 18.00 до 18.05 сигналим в автомобиле. Давим на сигналы автомобилей по всей республике. В память о Арифате Давыдове. В память о Арифате Давыдове. В память о Арифате Давыдове.